Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергена представляет видеопрезентацию, посвященную знаменитому немецкому писателю Отфриду Пройслеру к столетию со дня рождения. Отфрид Пройслер – знаменитый немецкий детский писатель, один из немногих в родной стране, кому удалось воплотить детские фантазии и мечты на страницах своих книг. И огромное количество сказок, которые за всю жизнь написал автор и сейчас радует детей со всего мира. Отфрид Пройслер родился 20 октября 1923 года в Райхенберге, это ныне город Либерец, Германии, в земле Бавария. Среди его предков были потомственные мастера стукладовы, мелкие крестьяне, сельские ремесленники, несколько гравюров по меди. Отец был учителем и работал в спецшколе для душевнобольных детей. А мать Отфрида также была учительницей. Она преподавала в школе немецкий язык, географию и историю. Отфрид Пройслер учился в школе, в которой работала его мать. Семья мальчика не была богатой. Самую большую ценность в доме представляла библиотека в 6000 томов, которую собрал отец Отфрида. Отфрид и его младший брат имели свободный доступ к книжному собранию. И будущий писатель с малых лет интересовался историей родного края, любовь к которому привил его отец. Отец Отфрида собирал местные предания, легенды и сказки, чтобы потом пересказывать их своему сыну. Отфрид очень любил путешествовать между со своим отцом, который рассказывал ему много интересных историй. В основном все они были на мистическую тематику и с участием сказочных существ – водяных, эльфов, леших. И, естественно, это отразилось в дальнейшем на творчестве писателя. В большинстве его произведений задействованы волшебные создания. Юный Отфрид мечтал стать писателем или художником. Литературные произведения он начал создавать с 12 лет, а в 15 лет уже впервые получил гонорар за иллюстрации, опубликованные в газете. После окончания школы Отфрид намеревался поступить в Пражский университет, но его планам не суждено было сбыться. Началась Вторая мировая война. И Отфрид был призван в армию и отправлен на Восточный фронт. Впоследствии он дослужился до лейтенанта. В 1944 году Отфрид Пройслер попал в плен, и пять лет жизни он провел в советских лагерях. Там он работал на строительстве. И в плену Пройслер выучил русский язык. Для него это не составило особого труда. Жизнь в плену была для Отфрида настоящим испытанием, но писатель называл эти годы своими университетами. О жизни в плену Пройслер впоследствии написал книгу, но завещал обнародовать ее только после своей смерти. После освобождения из плена Отфрид возвращается в Германию. Но ему приходится очень трудно, ведь у него не было ни семьи, ни дома, ни работы, и нужно было как-то решать проблемы. И Отфрид снова поступает в университет, где получает образование и продолжает учительскую династию, которую начали его родители, становится школьным учителем. Отфрид очень любил детей, посвятил им свое сердце и лучшие годы своей жизни. И профессию учителя начальных классов он выбрал самую лучшую на свете, как признался потом людям. Его маленькие ученики были для него всем. И светом, воздухом, смыслом жизни. Отфрид играл с ними, водил на экскурсии по родному городу и за его пределы. Но больше всего Пройслер любил рассказывать шалунам разные забавные истории, веселые и не очень, страшные и смешные, беззаботные и серьезные одновременно. И сам же писатель, приходя домой, записывал то, что рассказывал днем детям, в специальную тетрадь. И позже из этих записей родились так горячо любимые нами произведения. И друзья посоветовали ему опубликовать некоторые произведения. Но все попытки Пройслера начать сотрудничество с издательствами заканчивались неудачей. Он везде получал отказ. Сказки начинающего писателя казались слишком необычными. В них традиционно отрицательные персонажи фольклора представляли добрыми. Успех пришел к Отфриду Пройслеру в 1956 году, когда вышла в свет повесть-сказка «Маленький водяной». Главный герой сказочной повести. «Маленький водяной» – существо сказочное, нереальное, но очень милое и симпатичное. Это обычный проказанный ливый ребенок, который вечно думает о жалостях и баловстве, очень добрый и любознательный. Он совсем мал, а мир кажется ему странным, волшебным и удивительным. В 1957 году вышла повесть-сказка «Маленькая бабайка». На мысль написать эту книгу Пройслера навелить дочки. Однажды вечером перед сном девочки пожаловались, что очень боятся злых ведьм. Тогда сказочник попытался объяснить дочкам, что злых ведьм бояться не следует, поскольку их больше и не существует. Так и родилась история про маленькую Бабу-ягу, которая сначала была вредной, а затем стала доброй и хорошей. Настолько хорошей, что лишила всех ведьм возможности колдовать и осталась единственной Бабой-ягой на свете, которая никогда не совершает злых поступков. В 1966 году была выпущена сказочная повесть «Маленькое привидение». У маленького привидения, обитающего в замке, есть мечта. Конечно, у каждого привидения есть заветная мечта. Оно мечтает посмотреть на мир при дневном свете, но бодрствовать днем у него не получается. И однажды желание маленького привидения сбывается. Оно просыпается в полдень, и в результате гранный герой оказывается втянутый в череду приключений. Книги о трех волшебных существах принесли Остриду Пройстлеру громкую славу. Представители нечистой силы, традиционно служащие для запугивания, представляются в сказках писателя необычно обаятельными и друзьями детей. И несмотря на свои сверхъестественные способности, и водяной, и баба-яка, и привидения, существа маленькие и далеко не всемогущие. И их поступки понятны и близки детям. Острид Пройстлер написал еще множество сказочных историй про гномов, про волшебников и даже про развойников. Но все его сказки учат маленьких читателей доброте и честности, наглядно показывая, как нехорошо совершать плохие поступки. И это закладывает фундамент для будущей всесторонне развитой и успешной личности. Хорошего человека, который способен отличить добро от зла. И своими образными историей и вечными темами Пройстлер произвел неизгладимые впечатления на поколение читателей и закрепил за собой место одного из величайших детских писателей всех времен. У писателя было много наград. Кроме того, по его произведениям снимались фильмы, театры ставили спектакли. Всего писатель опубликовал за свою жизнь 32 книги, которые были переведены на 55 языков мира, включая русский. И тираж всех его произведений в сумме составлял около 55 миллионов экземпляров. И книги Отфрида Пройстлера нужно читать и перечитывать. Начинать знакомство с ними следует в детстве и продолжать всю жизнь, потому что в его произведениях есть то самое разумное, доброе, вечное, которое помогает ребенку и взрослому не сбиваться с правильного пути. В последние годы жизни Отфрид Пройстлер жил очень уединенно и писал новую книгу. Но на этот раз не сказку, а воспоминания о жизни. Умер писатель 18 февраля 2013 года в возрасте 90 лет. И уже 20 октября 2023 года будем отмечать 100 лет со дня рождения великого немецкого детского писателя Отфрида Пройстлера. Отфрида Пройстлера